Десятый век. На окраинах Киева находят изувеченные и растерзанные человеческие тела. По городу распространяются слухи. Неизвестное чудовище уничтожает и пожирает людей. Киевляне боятся выходить из домов. Их может спасти только герой, который победит неизвестного врага. И стал тогда Добрыня со змеем биться, сражаться. То земля стонет, небеса горят. Бились они три дня и три ночи. Так рассказывает Былина о битве богатыря Добрыни Никитича. Раньше его считали просто сказочным персонажем, выдумкой народных сказателей. Пока в 18 веке в Ипатиевской летописи не нашли упоминания о киевском воеводе по имени Добрыни. Получается, он действительно жил в 10 веке и служил князю Владимиру Красное Солнышко. Но состоялась ли его легендарная битва со змеем на самом деле? Историки подтверждают – выдающийся полководец и былинный герой – одно лицо. А легендарная победа Добрыни – не выдумка. Добрыни Никитич – это реальная историческая личность. Он был, и что приятно, тут полное совпадение сюжетов былин и исторических фактов. Самый известный подвиг Добрыни – уничтожение змея Горыныча – огромного ящера, пожиравшего людей. Но если Добрыня реальный человек, то кого или что называли змеем Горынычем? И могли ли доисторические ящеры жить на Руси? Мы выяснили, что и сегодня украинцы встречают гигантских змей. Эти рептилии не боятся людей и нападают на животных. Очевидцы видели их возле рек и озер на востоке Украины, в Крыму и даже под Киевом. Они описывают монстров почти одинаково. С рожками, огромной пастью, как у собаки. Что-то такое черное, большое, метра четыре. Шуф, шуф. Я, конечно, испугалась. Когда я наступил на него, это дерево вдруг начало извиваться и поползло в камыш. Упоминания о гигантских змеях неоднократно встречаются и в древних летописях. Так в Новгородской говорится. В 1582 году в Новгороде был убит огнедышащий крокодил, который был три метра длиной и загубил много людей. О воспоминаниях о путешествии по Руси и Польше англичанина Джерома Гарсея находим, что он тоже чуть не стал жертвой гигантских змеев. Встреча с мертвым монстром могла стать для него роковой. Я выехал из Варшавы вечером. Переехал через реку, где на берегу лежал ядовитый дракон. Мои люди копьями разорвали ему брюхо. После этого распространилось такое зловоние, что я отравился и пролежал больной в ближайшем селе. Есть и более поздние свидетельства существования гигантских ящеров. Так в 1921 году в Феодосийской газете напечатали статью о гигантском карадагском гаде. В той же местности спустя 70 лет нашли мертвого дельфина, которому неизвестное животное прокусило живот. Размер его челюстей поразил ученых. Почти метр. На теле дельфина были хорошо видны следы 16 гигантских зубов. Карадагская биостанция даже заказала клетки ловушки, но странного хищника так и не поймали. Так могли ли в 10 веке жить реальные гигантские ящеры? Согласно Былине, змей Горыныч жил в пещере. В ней и держал своих жертв. Недавно археологи сделали сенсационное заявление. Найдена пещера, которую называли Змеевой. Возможно, это и есть легендарное подземелье Змея Горыныча. Смотрите далее. Мы спустимся в пещеру Былинного Змея. Проверим, мог ли здесь жить доисторический ящер. И попытаемся найти место легендарной битвы богатыря со змеем. Отыскать правду нам поможет история жизни богатыря Добрыния. Мы пройдем по его следам, чтобы выяснить, кем действительно был легендарный герой и его лютый враг. Змей Горыныч. 10 век. Киевом и Полянской землей правит Варяжская династия, хитростью захватившая власть в державе. Варяжский князь Игорь Рюрикович усмиряет соседние племена и обкладывает их даньем. За неслыханную жестокость и огромные поборы люди прозвали его князем-волком. И вот эта династия Рюриковичей, которая утвердилась в Киеве, за неполное столетие монополизировала всю власть. Эта группа людей была, по сути, грабительской бандой. В основе ее деятельности лежало занятие, которое сегодня мы называем рэкетом. Они пришли к древлянам, сказали, платите нам дань, мы будем охранять вас от внешнего врага и от других любителей поживиться за ваш счет. Племена полян и древлян жили на соседних территориях. Центром древлянской земли был город Искоростень, ныне Коростень. Центром полянской державы – Киев. В X веке древляне имели свое княжество и деньги, но у них не было сильного войска. Поэтому и пришлось им подчиняться киевским правителям. Неожиданно древляне поднимают бунт. Князь Игорь, собрав дань, вскоре вернулся еще за одной. С ним был лишь небольшой отряд верных соратников. И Игорь поплатился за свою дерзость. Древлянский князь приказал уничтожить дружину Игоря и захватить самого князя Волка. Я нахожусь в 12 километрах от Коростеня. Эта местность называется Игоревка, потому что именно сюда привезли князя Волка Игоря на казнь. Древляне жестоко наказали коростолюбца. В те времена здесь росли две березы. Их наклонили, привязали к ним Игоря и разорвали. Спустя год Ольга, жена казненного князя, и киевские воеводы Свенальд отправляются к древлянам. Отомстить. Вместе с княгиней воеводы едет и шестилетний наследник престола, сын Игоря и Ольги, Святослав. Это он выпустил первую огненную стрелу в Коростень. Легенда утверждает, именно эта стрела, выпущенная малолетним князем, воодушевила воинов и в конце концов принесла им победу. Княгиня Исфенальд захватывают деревлянскую столицу. Они убивают защитников города и берут себе рабов. Среди коростенских пленных оказались и два потомка древлянского князя. Десятилетний княжич по имени Добрыня, а с ним восьмилетняя сестра Малуша. Историки уверены, это непростое совпадение имен. Маленькие киевские пленные – это будущий богатырь и былинный герой. Княгиня Ольга превращает Добрыню и Малушу в рабов. Теперь княжий сын чистит конюшни, а его сестра моет посуду. Они попадают в киевские палаты. Дети, выросшие в богатстве и роскоши, становятся нищими невольниками. Их ненавидят рабы из-за княжеского происхождения. Над ними издеваются бояре, чтобы показать – древляне побеждены. Десятилетний княжич Добрыня вынужден постоянно бороться. Даже за еду, которую у него могли отобрать более сильные слуги. За любую провинность его нещадно били кнутом. Особенно придирчиво к мальчику относился воевода Свенальд. Добрыне часто приходится драться, чтобы защитить себя и сестру. Он мечтает, когда вырастет, обязательно отомстит обидчикам. В первую очередь – Свенальду, который и сделал их с Малушей рабами. Чтобы осуществить свою мечту, Добрыня ежедневно, тайком от остальных, тренируется. Продолжает княжью науку отца. Каждый мужчина их рода должен породниться с мечом. В 10 веке длина меча составляла метр. Довольно узкий, но весил он 2 килограмма. Чтобы нанести простейший удар, необходимо точно высчитать каждое движение. Без практики сказать, куда попадет меч, практически невозможно. А вот полчаса разминки, а я уже чувствую боль в руках. Мне даже трудно поверить, что славяне приучали своих детей к такому оружию уже в 10 лет. Но оружие не единственное, что интересует мальчика. Он понимает – значительно больнее можно ударить словом и хитростью. Добрыня подслушивает разговоры бояр и князей. Он учится владеть словом так же мастерски, как и мечом. Добрыня верит – наступит время, когда он сможет отомстить за отца и освободить себя и свою сестру. Кроме рабства, детям приходится привыкать и к новой религии. В отличие от древлян, поклонявшихся мирному богу скотоводства, аваряги назначили верховным богом Киевской Руси Перуна – покровителя грома и молнии. Тысячу лет назад на этом холме стоял идол Перуна – с серебряной головой, золотыми усами и железными ногами. В руке он держал каменную молнию. Перед ним постоянно поддерживали костер, что-то вроде нашего вечного огня. А еще сюда каждый год приводили избранных жертв – юношу и девушку. И казнили их в честь Перуна. Каждый год 12 июля бояре бросали жеребий, чтобы определить очередных жертв. Ими обычно становились простолюдины или рабы из княжек палат. 20 июля, в день Перуна, их ожидала страшная смерть – сожжение на костре. Иногда в качестве благодарности за выдающуюся победу в жертву Перуну приносили даже младенцев. Воевода Свенальд постоянно пугал Добрыню, что когда-то и он станет жертвой Перуна. Но парня этот жеребий миновал. Шаг за шагом – от конюха до княжьего казначея. В 20 лет он наконец-то получил коня. А в Древней Руси это означало, что он стал свободным человеком. Но за что раба освободили и сделали воином в дружине киевского князя? Недовольство варягами в Киевской Руси усиливается. Княгиня Ольга понимает, а в этой сложной ситуации необходим правитель, который угодит и варягам, и русским. И тогда Ольга решает женить своего сына Святослава на бывшей древлянской княгине, а ныне посудомойке малуша. А чтобы этот брак не вызывал сопротивление у бояр, княгиня постепенно повышает девушку. Она становится княжьей-ключницей. Святослав вспыльчивый и своенравный юноша. Он не политик, а воин. Заставить сделать что-то вопреки его воле было бы сложно даже матери. Поэтому она прибегает к хитрости. Ольга делает так, чтобы ключница-малуша постоянно была у Святослава перед глазами. Ее расчет оказался правильным. Сын не устоял перед юной красавицей и влюбился. Однако на пути этого союза двух племен становится воевода Святослава. Он пытается помешать браку малуша и Святослава. Но Святославу настолько понравилась малуша, что наговоры Святослава не срабатывают. Бывшая древлянская княгиня, бывшая киевская рабыня становится женой князя Святослава Игоревича. Именно благодаря браку малуша с князем Добрыня и получил свободу. Двадцатилетнего парня берут в княжескую дружину. Он становится неофициальным советником Святослава в военном деле. Теперь Добрыня богатырь. Так на Руси называли не только физически сильных людей, но и полководцев, способных руководить войском. Дружинники почтительно называют его Добрыней Никитичем. Так рассказывает Былина. Но на самом деле он получил другое прозвище. А в X веке известного русского богатыря звали не Добрыня Никитич, а Добрыня Нискинич. Эта фамилия, Нискинич, принадлежала старой древлянской династии. Следовательно, в войске ему вернули не только статус свободного человека, но и фамильный титул. Через несколько лет после свадьбы малуши и Святослава у них родится сын Владимир. Пройдет много лет, и этот мальчик станет славным князем, Владимиром Великим, Красносолнышко. А Владимир – княжий сын. Но его сводные старшие братья Олег и Ярополк относятся к парню с презрением. Они дети Святославы от браков с иностранными княгинями. Малушу же при дворе помнят прислугой. Владимира называют бастардом, то есть незаконнорожденным. Историки до сих пор спорят, была ли малуша законной княжеской женой. Доказать это уже невозможно. Но сына у малуши забирают сразу после рождения. Княгиня Ольга приказывает отправить молодую мать как можно дальше от Киева, в село Будутино, недалеко от Пскова. Рядом с маленьким Владимиром остается единственный близкий человек – дядя Добрыня. Он становится опекуном и учителем юного князя. В этом ребенке он видит самого себя. Владимир так же одинок, как когда-то Добрыня. Его так же ненавидят при дворе. В 969 году умирает княгиня Ольга. Святослав наконец-то становится главным князем. И первое, что он делает – распределяет земли среди своих сыновей. Старшему Ярополку поручает княжить в киевских землях. Среднему Олегу теперь принадлежит Древлянская земля и ее столица Овруч. А в летописи говорится, что отец совсем забыл о своем третьем сыне Владимире. Но вмешался случай и Добрыня. В Киев прибывают новгородские бояре просить у князя поддержки и наместника. Святослав согласился и отправил 9-летнего Владимира и его опекуна Добрыню за тысячу верст от столицы – в Новгород. А сам князь Святослав вместе с воеводой с Венальдом отправляется в поход на Печенегов. Он не знает, что это будет его последний поход. За порогами на острове Хортица Печенеги убивают Святослава. Ханкурия приказывает сделать из его черепа чашу, а на ней выгравировать. Кто за чужим пойдет, тот и свое потеряет. Никто из кивлян, горевавших о Святославе, не знал. В его смерти виноват варяг Свенальд. Именно Свенальд завел Святослава в ловушку. Фактически он послал князя на Печенежскую расправу, а сам со своим войском пошел в обход засады. Историки до сих пор спорят. Предупредил воевода Печенегов о расположении лагеря Святослава или те нашли князя сами? Смотрите далее. Кто они, правители Киева, о которых молчат летописи? Где находится пещера легендарного змея Горыныча? Кто был сильнее былинного ящера и кого так и не смог победить Добрыня? В былинах рядом с богатырями нередко сражаются женщины-воины. Они крепкие, выносливые и силой не уступают мужчинам. Их называют женщинами-поляницами. Вступать с ними в бой боятся даже опытные воины. Нам удалось выяснить. Пленицами называли женщин, живших на землях Киевщины и Черниговщины. Невероятно. Но это были древнерусские женщины-контрактницы. Они зарабатывали на жизнь военным делом. А вот с такой силачкой и пришлось однажды сражаться легендарному герою Добрыни. Та встреча для богатыря закончилась неожиданно. А вот как говорится об этом в былине. В чистом поле, где Добрыня свою удаль показать норовил, увидел он богатырку. Трижды он ударил ее. А она не с места. Ухватила поленица Настасья богатыря за желтые кудри, да и сунула его с глаз долой в кожаный мешок. А поездив по степи, призадумалась, что делать с тем, кто в мешке. И сказала, посмотрю я на тебя, богатырь, да если ты мне не прелюбишься, на ладони я тебя положу, другой прижму, в овсяный блин превращу. Повезло богатырю. Приглянулся он Настасье. Стала она Добрыня женой законной. Блины рассказывают правду. Во время одного из походов Добрыня действительно женился на женщине-воине. 972 год. Добрыня управляет новгородским княжеством и опекает князя Владимира. Но безоблачное правление продолжается недолго. До Добрыни доходят слухи, что теперь Киевом правит Свенельд. Законный наследник престола Ярополк полностью покорился воеводе. А позже Добрыня узнает, что войско его лютого врага Свенельда выступает на Новгород. Свенельд хочет завладеть всеми землями и стать единым правителем Руси. Добрыня, имевший многолетний военный опыт, понимает. Вступить в бой сейчас означает обречь на верную смерть и себя, и свое войско. Добрыня сдает Новгород без боя и бежит в Швецию. Там он хочет найти поддержку. За короткое время Добрыня завоевывает и заключает мирные соглашения с шестью русскими княжествами. И, наконец-то, в 980 году вместе с Владимиром доходит до Киева и окапывается под стенами столицы. Здесь, возле Бабьего Яра, в те времена находились крепостные стены Киева. И где-то здесь, в засаде, ждал Добрыня со своим войском. Он хотел захватить Киев, освободить его от варяга Свенельда и жестокого бога Перуна. Но Добрыне не пришлось пролить ни одной капли крови. Потому что киевляне сами открыли ворота города. Люди, разочарованные правлением Свенельда и Ярополка, и постоянными воинами бунтуют. Они по доброй воле пускают войско Добрыни в город. Свенельд и Ярополк бегут. Именно 980 год, год взятия Киева, историки считают временем легендарной битвы между Добрыней и Змеем Горынычем. Но с кем именно сражался Добрыня? С мифическим существом или с реальным врагом? И где искать место легендарного боя? Добрыня встретился со Змеем в Киеве, там, где речка Смородинка впадает в огненную реку Почайну. Именно там, согласно былинам, находилось Змейное логово. А вот как былина описывает тот легендарный бой. Стал Добрыня со Змеем сражаться. Земля стонет, небеса горят. Бились они три дня и три ночи. Как ударил он Змея Проклятого в самое сердце, так и убил он Змея Проклятого. Добрыня впервые встретился со Змеем на Почай-реке. Раньше она впадала в Днепр вот здесь, на месте нынешнего речного порта. Сейчас она превратилась в сеть городских озер, в которых нет никаких признаков крупных рептилий. Мы разыскали легендарную речку Почайну. Она до сих пор есть в Киеве, хотя и не обозначена ни на одной карте. Когда-то Почайна начиналась от Аболони и впадала в Днепр. Именно в этой речке крестили русичей. Но в XIX веке после перестройки Подола Почайна исчезла. Вместо нее образовались Аболонские озера. Согласно Былине, Змей убежал от Добрыни и спрятался в одной из пещер. Но в какой? Историки утверждают, упоминания об этой пещере сохранились до наших дней. Есть же место на Киевских горах, недалеко от Кирилловской церкви. Там есть Кирилловские пещеры, и считают, что в Кирилловских пещерах жил Змей. Чтобы найти легендарную пещеру, мы обратились к археологам. Специалисты подтвердили – она существует. Вот это вероятное место битвы Добрыни и Змея. Здесь до сих пор сохранилась пещера, которая называется Змеева. Проверим, что нас ждет под землей. Археолог Тимур Бобровский согласился сопровождать нас в этом опасном путешествии. Оказалось, что исследователи разыскали Змееву пещеру именно благодаря упоминаниям в Былине. Если вспоминать Былину о Добрыне Никитичи, то там Змеи живут в пещере, на реке Смородинки. По вот этим точкам можно восстановить, что, наверное, вот именно здесь происходило что-то, что легло в основу этой Былины. Эту пещеру открыли не так давно, и она остается практически неисследованной. Чтобы укрепить вход и провести раскопки, нужны деньги. А пока путешествие вглубь пещеры опасно. У нас есть уникальная возможность одними из первых побывать в убежище древнего змея. К нами еще где-то примерно метр-полтора насыпного грунта, то есть того, что затекло с поверхности, или того, что вот осыпалось сверху. Это то, что предполагает вот дальнейшие раскопки. И мы надеемся, что в ходе раскопок нам удастся обнаружить какие-то следы древних людей. Вход узкий. Всего полтора метра в высоту. А в некоторых местах пещера превращается в тесный лаз. Раньше это подземелье было значительно глубже. Несмотря на поверхностность раскопок, археологи сделали невероятное открытие. Пещера в длину достигает 60 метров. Она вьется спиралью и повторяет форму скрученного змея. Вот почему ее назвали Змеевой. В этом месте находилось древнеязыческое святилище. Сверху над нами располагаются остатки какого-то поселения, относящегося к третьему тысячелетию до нашей эры. Капище относится ко временам трипольской культуры. Невероятно, но тут действительно поклонялись царю подземного мира великому змею. А реального змея мы здесь не нашли. Но Тимур отметил, это подземелье лишь одной из 20 пещер. В существование реальных гигантских змей Тимур не верит. А зоологи же предполагают, горынычами люди могли считать крокодилов, о которых тогда уже знали и которых видели на Руси. Известно, что князья, бояре проявляли интерес к созданию зверенцев. Им в дар часто привозили различных животных, хищников. Вполне возможно, что и крокодилов привозили. Вполне возможно также, что они сбегали из этих зверенцев. Люди есть люди во все века. Страх, в общем, один из, так сказать, самых сильных двигателей фантазии. Но можно ли тогда верить былинам? Неужели они лишь сказки? Историки предполагают, эпос – это зашифрованная история Руси. Произведения тесно переплетаются с летописями и находками археологов. Именно археологические исследования подтверждают, иногда былины дают более правдивую информацию, чем хроники. Мы сравним былины с историческими фактами и найдем ответ, существовал ли большой киевский змей. Чтобы понять, кого называли змеем, пойдем дорогой князя Добрыни. А в 980 году, триумфально войдя в Киев, Добрыни и Владимир не нашли в княжеских палатах ни Иерополка, ни Свенельда. Слуги сообщили – князь и воевода выехали через северные ворота. Добрыни догнал Свенельда возле Канева. Там он и казнил своего заклятого врага. Академик Шахматов считал, что многоголовым змеем Горынычем называли правящую воряжскую династию. Именно борьбе с ворягами посвятил свою картину художник Воснецов. Последней головой змея был воряжский воевода Свенельд. Это с ним и с его войском змеенышами три дня и три ночи сражался богатырь Добрыня. Это одно из наиболее вероятных предположений историков. Но существует и другая версия. После победы Добрыня и Владимир должны были объединить державу, которая насчитывала теперь 12 племен. Поэтому Добрыня предлагает усовершенствовать веру. Ввести шестибожие. Он ставит в Киеве идолы всем богам, которым поклонились в разных уголках Киевской Руси. Дождьбог – бог солнца и успеха. Хорс – бог луны и энергии. Стребог – бог ветров, олицетворяющий войну и стрелы. Семаргл – бог подземного мира. Мокош – богиня дождя и воды. Главный среди них Перун. Но он теперь не может действовать самостоятельно, а должен договариваться с другими богами. Так Добрыня ограничил власть когда-то могущественного Перуна. Эти идолы имели искаженные черты лица. Современные язычники считают, что это было сделано специально. Человек, молившийся древним богам, глядя на их лики, легко впадал в транс. Христианство и цивилизация в те времена были синонимами. И путь к цивилизации пролегал только через христианство. Согласно летописям, под горой собрались тысячи людей. У них на глазах Добрыня поднимается к капищу богов, сносит голову Перуну и сбрасывает деревянного идола в воду. Он приказывает дружине плыть за идолом до границ Руси и палками отгонять его от берегов, чтобы не имел Перун пристанища на русской земле. Свергнутое божество гонит к порогам Днепра, к острову Хортица, где тогда пролегала граница Киевской Руси. Там Перун застрял на мели, там его и бросили. Считают, что в былинных сюжетах нашли отображение реальные исторические события. И борьба нашего героя Добрыня Никитича со змеем, это не что иное, как борьба новой религии православия со старой религией язычества. Змей олицетворяет язычество. И там вот в былине борьбы со змеем, есть любопытный эпизод, когда ослабеющий Добрыня окунается в воды реки, ну как бы у него добавляется сил. Считают, что это не что иное, как обряд омовения перед крещением. Смотрите далее. Итак, никакого змея Горыныча не существовало. Но кого или что упоминают в былине? Кого так пугались люди и через тысячелетия после Добрыни? Мы встретимся с монстром, которого до сих пор боятся жители Крыма. И узнаем, как Добрыня помог советским войскам защитить Киев. Люди подсознательно боятся гигантских рептилий. Они вызывают у них древний ужас. В старину русичи верили. Под Киевом живет огромный змей, который крадет девушек и убивает мужчин. Именно этого монстра победил богатырь Добрыня. Но мы выяснили, на самом деле никакого змея под Киевом не было. А Добрыня уничтожил культ верховного бога Перуна. Однако упоминания о громадных рептилиях на Руси появляются и значительно позже. В 15-м и даже в 20-м веке. В архивах мы отыскали воспоминания очевидцев. Вот как они описывают свою встречу с гигантскими рептилиями. Огромной пастью, как у собаки. Что-то такое черное, большое, метра 4, шуф, шуф. Я, конечно, испугалась. Когда я наступил на него, это дерево вдруг начало извиваться и поползло в камыш. Но зоологи не верят в такие заявления. Они убеждают. Это фантазии или галлюцинации, которые часто возникают у неуравновешенных людей. Мне и поныне приходится слышать рассказы о страшных змеях, которые свивались кольцом и катились к убарям, преследовали свидетеля, догоняли, кидались, бросались, летели по воздуху. То есть фантазия народная в этом смысле бездонность. Однако создания, которых люди могли увидеть в наше время, вполне реальны. Мы сравнили описание рептилий, данные очевидцами, со многими видами змей. И, кажется, нашли разгадку. Напугать этих людей мог желтобрюхий полос. Желтобрюховая полоса Что за люди могли принять за гигантского змея? Другие версии зоологи отвергают. Получается, никакого гигантского змея на Руси не было. Былина просто рассказала об историческом подвиге Добрыни, как о сказочной победе над змеем. Но самый большой подвиг Добрыни не описан ни в Былинах, ни в летописях. Историки считают, что богатырь помог надежно и на века защитить Киев. Он приказал построить возле столицы земель русских своеобразную китайскую стену. Город Белгород. В ипатиевской летописи говорится, Белгород – это огромный город-ключ, охранявший подступы к Киеву. Именно его, согласно преданиям, атаковали печенеги. Именно здесь скрывался Владимир Красносолнышко во время восстания бояр. Мы нашли останки легендарного города. Ныне это село Белогородка, расположенное в 22 километрах от Киева. В свое время оно было огромной крепостью, в 10 раз больше, чем другие укрепления Киева. Площадь Белгорода достигала 120 гектаров. Совпадение это или нет, но для построения оборонной линии Добрыня воспользовался земляными валами, которые издавна опоясывали Киев. Их называли в народе «змеевыми валами». А русичи верили, что это следы огромного змея, который прополз под землей. И именно этими валами воспользовался богатырь Добрыня для возведения новых оборонных стен. Змеевы валы достигают в длину 2000 километров. Но где они начинаются и где заканчиваются, не знает никто. Кое-где валы видны хорошо, в других местах они почти исчезли с течением времени. Валы, возведенные Добрыня, имели такую конструкцию. Две стены в середине заполненные сырцом и дополнительно засыпанные сверху землей. Длина этих валов больше 8 километров. Раньше в высоту они достигали 60 метров. К тому же наверху их защищали еще и 4-метровые деревянные стены. Именно здесь, спустя тысячелетия, держали оборону советские солдаты на валах, которые когда-то приказал возвести Добрыня. Если бы не они, солдаты не успели бы построить такую линию креплений. Это был подарок Киеву от богатыря Добрыни. Но больше всех этот подарок оценили советские солдаты. Через тысячу лет после Добрыни, в 41-м, эти укрепления помогли почти два месяца сдерживать немецкое наступление. Историки считают, что эта задержка стала роковой для нацистской армии. Как же завершилась жизнь богатыря Добрыни? В 987 году он стал наместником новгородским и покинул Киев. Дата смерти славного русского богатыря неизвестна. А в летописях упоминается, что дожил он до глубокой старости. Князя похоронили в деревянной Софии Новгородской. И о нем очень горевал его племянник Владимир Великий. После себя Добрыни оставил объединенную христианскую державу, Киевскую Русь, город-крепость Белгород и легенду о поединке со змеем. Редактор субтитров А.Семкин